Привет! Я Станислав Чернышов, и сегодня я в русском национальном костюме, как часто думают иностранцы, в Adidas. И это не случайно, потому что мы поговорим о чемпионате мира по футболу. Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в России. Он начинается 14 июня и заканчивается 15 июля. Участники из 32 стран будут играть на 12 стадионах в 11 городах. Это первый чемпионат мира по футболу в России и первый чемпионат, который будет проходить сразу в Европе и в Азии. О российском футболе иногда говорят, что мы любим футбол, но футбол не любит нас. Нас любит хоккей, например. Но что делать? Мы верим в чудо. Матчи чемпионата будут проходить в Екатеринбурге на Урале, в Саранске, столице Мордовии, в Ростове-на-Дону, в Сочи, где была зимняя олимпиада, в Казани, столица Татарстана, в Калининграде, это маленькая часть российской территории на Балтике между Польшей и Литвой, в Нижнем Новгороде, на двух стадионах в Москве и в Санкт-Петербурге. Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге планировали построить примерно за 7 миллиардов рублей. В результате он стоил около 50 миллиардов рублей. И сегодня это самый дорогой стадион в мире. В Самаре, на Волге, в Волгограде, бывшем Сталинграде. Если вы едете смотреть футбол в один из российских городов, хорошо знать местные футбольные клубы. Это может вам помочь даже в непростой ситуации. Например, в Санкт-Петербурге это Зенит, в Казани Рубин, а в Москве четыре клуба, как минимум. Это Спартак, ЦСКА, Локомотив и Динамо Москва. На время чемпионата действует специальное правило. Если у вас есть билет на матч, вам не нужна виза. Вы можете получить паспорт болельщика и с ним приехать в Россию. У нас есть несколько студентов, которые купили билеты, получили паспорт болельщика и будут смотреть футбол и изучать русский. Конечно, меня часто спрашивают о безопасности на чемпионате. И, вы знаете, я поговорил с настоящими русскими футбольными фанатами и спросил, какие рекомендации они могут дать. Ну, во-первых, все говорят, что на чемпионате будет достаточно безопасно. Во-вторых, конечно, если вы видите большую толпу фанатов, не надо идти в толпу и не надо бежать, но лучше медленно, спокойно отойти в сторону. Конечно, на чемпионате будет много полиции. С полицией нельзя спорить. И надо всегда быть спокойным. И, конечно, носить копию паспорта, визы, паспорта болельщиков, документов. И, кстати, важно, не надо много пить. Но на стадионах и вокруг стадионов во время чемпионата будет нельзя продавать алкоголь в стекле. Ну и несколько слов, которые лучше знать, чтобы хорошо понимать, о чем говорят на чемпионате. Ну, во-первых, когда русские говорят о футболе, они используют очень много английских и интернациональных слов. Гол, голкипер, матч, тренер, чемпион. Но есть и русские эквиваленты. Например, на поле играют. Вратарь это голкипер, он стоит на воротах. Защитник это футболист, который защищает зону у ворот. Полузащитник, который играет в центре поля, и нападающий. Это футболист, который атакует. Субкультура футбольных хулиганов называется околофутбол. Другие важные люди, которые всегда есть на футболе, полиция и ОМОН, часто называются космонавты. Обычные любители футбола, которые не входят в организованные группы фанатов, называются кузьмичи. Ну и, конечно, когда говорят о футболе, используют много плохих слов. Если хотите, об этих словах я могу сделать специальное видео, если вы попросите меня в комментариях. А так, приезжайте на чемпионат, смотрите футбол, учите русский. До новых встреч! Пока!